Краски, кисти, бумага На поверхности расплывались красиво в узорах и не смешивались Для создания неповторимых работ понадобится шило и гребень Краски и кисти тоже используются особенные Я в основном рисую традиционными красками Они делаются специально, размешиваются водой и желчью бычьей А для прикладного эбру я использую краски на акриловой основе Классическое эбру – это изображение цветов и орнаментов Но профессионалам по плечу все, что угодно Процесс создания настолько интересен, что увлекает даже взрослого И так мой урок начинается Кисточку мы держим в левой руке Горизонтально нашему лоточку, нашему холсту водному И вот так вот делаем ручкой Кисти используют из конского волоса И обязательно на новый цвет новый инструмент Так как краски нельзя смешивать Берем с вами сейчас немножечко темно-синей красочки Много на кисточке краски быть не должно Примерно вот так вот Такая плоская кисть нужна только для разбрызгивания и создания абстрактного фона Капли, касаясь воды, растекаются по поверхности, создавая уникальный и неповторимый узор Дальше берем шило С помощью этого инструмента и осуществляется главная часть необычного процесса Опускаем шило и проводим, разрезаем нашу водичку вверх-вниз Важно после прорисовывания каждого элемента вытирать кончик, чтобы краска не наслаивалась и линии получались симметричными Берем с вами теперь гребень И проводим с вами, вот так расчесываем водичку Такое изображение в Эбру называется теракли И это полноценная картина Вся суть в том, чтобы сделать на поверхности воды круг А затем при помощи шила деформировать его, создавая удивительные узоры Мы используем бумагу для того, чтобы перенести наш рисунок на холст Его нужно класть аккуратно и равномерно После мы используем шило для того, чтобы плотно бумага прилегла к воде Поддеваем шилом, загадываем желание, если вы рисуете в первый раз Самое интересное, что одинаковых картин не существует Вот такая техника Эбру Пытаясь сделать разные рисунки точными и ровными не нужно Ведь Эбру больше подходит для абстракций и волнообразных орнаментов Картины, выполненные в технике Эбру, можно переносить не только на бумагу Но и на любую шершавую поверхность Например, холст, дерево, камень или ткань Блокнот, картина или шарф, украшенный таким способом, станут эксклюзивным подарком Мы уже взяли на заметку и вам советуем Антонина Шитова, Алексей Староженко, Утро, Нового дня Субтитры создавал DimaTorzok